В областном архиве презентовали книгу о религиозных конфессиях Каргандинской области в 20 веке. В уникальном исследовании рассказывается, как представители различных вероисповеданий и культур существовали на просторах Сырой Архии. Подробнее в следующем сюжете. Сегодня в стенах областного архива проходит презентация книги. Предметом изучения стала религиозная жизнь нашего региона. Она мало отличается от истории других казахстанских областей. В ней было все. И репрессии священнослужителей в 20-е годы, антирелигиозная пропаганда, атеистическое воспитание. Ссылки – депортации европейцев. В результате чего на просторах Сырой Архии появились католические поселения. Это труд наших работников областного архива. Религиозная конфессия 30-х-90-х годов. Это очень интересная книга. В нем собраны материалы. Именно периода 30-х-90-х годов 20 века. Это был такой период, когда в стране религия была под предметом, во-первых. Во-вторых, тогда все были мы атеистами. К слову, большинство населения нынешней Карагандинской области состояло и состоит из мусульман и православных. Такая тенденция сохранилась и по сей день. Как говорит Нурлан Бекенов, нам удалось наладить межконфессиональный диалог, что доказывает мир между разными культурами. Сегодня проводим презентацию этой книги. Важность этой книги очень велика для общества мусульман. Также в этой книге говорится про ислам во времена Советского Союза. В основу рукописи легли источники из архивного фонда в виде докладов, жалоб, заявлений верующих. Авторы поделились, что в то время необходимо было получить разрешение проводить священный обряд в местном исполнительном органе. Также в рамках презентации будет проведена историкой документальная выставка и показан фильм, посвященный религознанию в нашем регионе. Анисия Билова, Дмитрий Оборак, Наталья Заяц, 5 канал.